Привет, друзья! Вчера у меня был день рождения, но это не значит, что сегодня мы для вас не запишем новости. Итак, поехали! Меня зовут Миша, не его, меня зовут Миша, и вы на канале Криптодилер. Восточный Лондон получил локальную цифровую валюту. Ее разработал и запустил израильский стартап Колу. Монетка будет называться Local Fund East London, и ее курс привязан в соотношении 1 к 1 к британскому фунту. Приобрести фунт Восточного Лондона можно при помощи банковских карт или банковского счета. По словам создателей, локальная валюта – это прямой путь поддержки малого бизнеса, который составляет хребет британской экономики. И инвестиции в него – это инвестиции в население Восточного Лондона. А тем временем Верховная Рада провалила законопроект о выпуске независимых электронных денег на территории Украины. Я вот думаю, как же работает мозг политиков при принятии решений? Там что, установлены лимиты на адекватные инициативы? Или их каждый раз бьет током при голосовании прогрессивных направлений? Ну да ладно, это уже другая история, если вы, конечно, поняли, о чем я. А тем временем Биток продолжает отдавать рынок. И на сегодняшний день его доля составляет 37%. По состоянию на вторник капитализация восьми из первой десятки криптовалют превышает миллиард долларов. По данным CoinMarketCap, первое место с показателем в 42,9 миллиарда по-прежнему занимает Биткоин. Однако ему в спину достаточно горячо дышит Этериум с капитализацией в 34,7 миллиарда. Третью строчку в рейтинге цифровых активов с 12 миллиардов занимает Ripple. Четвертое и пятое места принадлежат Лайткоин и Этериум Классик. Напомним, что капитализация Лайткоин превысила 2 миллиарда в минувшие выходные. И рост еще на 25% в течение нескольких дней не может не впечатлять. Не менее мощно смотрится в последние дни и рост Этериум Классик, цена которого в определенный момент достигла 24 долларов. Также в Клуб Миллиардеров по рыночной капитализации входят NEM с капитализацией в 1,78 миллиарда, DASH с капитализацией в 1,49 миллиарда и YOTA с капитализацией в 1,15 миллиарда долларов. Вследствие роста альткоинов индекс доминирования биткоина в экосистеме криптовалют снизился к новому минимуму 37% от совокупного объема рынка в 114,84 миллиарда долларов. Кстати про скорость. В России уже появились испуганные граждане. Они очень обеспокоены внезапным влечением властей к блокчейну. Сообщество имеет поэтическое название «Семья, любовь, отечество». Они отправили открытое письмо президенту с просьбой остановить тотальную оцифровку граждан Российской Федерации. Как говорится в письме, размещенном в издании накануне, в настоящий момент в России ведется работа над реестром, в который войдут сведения о каждом человеке от рождения до смерти, данные ЗАГСа, министерств, ведомств, служб, организаций и так далее. Каждому из граждан планируется присвоить несменяемый и пожизненный 12-цифровой уникальный идентификационный номер, который заменит имя человека. И на такой лиричной ноте мы закончим. С вами была Миша, любите друг друга, всем пока!